Максиму Фастову было 18, когда его жестоко избили. Двое незнакомцев попросили сигарету. Впрочем, понятно, им нужен был всего лишь повод. Врачи 7 часов боролись за жизнь студента. Светлане Фастовой пришлось выхаживать сына, как маленького ребенка. Новорожденный ребенок. Вот как ребенок родится, он не умеет ни кушать, ни разговаривать, ни ходить. Вот у меня было то же самое, только 18 лет и метр 80 ростом. Прошло 15 лет, но восстановиться полностью не получилось. Из-за травмы мужчина так и не смог обзавестись семьей найти работу. Они живут с мамой на его пенсию в 8 тысяч рублей. Просят только об одном – дать ему первую группу инвалидности вместо второй. У Максима почти полностью парализована левая часть тела, начиная от лица и заканчивая кончиками пальцев ног. Светлана не может оставить его ни на минуту. У сына, ко всему прочему, случаются приступы эпилепсии. После приступа очень долго в себя приходит. Видимо, все равно связано с этими мозговыми нарушениями. А во-вторых, он, если упадет, даже придет в себя после этого приступа, ему даже не встать будет. Состояние ухудшилось два года назад. Тогда Светлана собрала все необходимые документы и отправилась в бюро медико-социальной экспертизы с просьбой пересмотреть справки и дать первую группу. Не скрывает. Делает это во многом из-за денег. Так пенсия была бы почти в два раза больше. Да и путевку в санаторий давали бесплатно не только Максиму, но и сопровождающему. Пока не могут позволить себе пансионат именно из-за этого. А потому мужчина практически заперт у себя в квартире. Так вышло, живут на пятом этаже. Переехать не могут. Квадратные метры принадлежат родственникам. Каждая прогулка – настоящее испытание. Но те, кто принимает решение, какую присвоить группу инвалидности, мыслят даже не заключениями медицинских экспертов, а цифрами. Вот и нарушение функции организма Максима, судя по всему, недостаточно серьезное, чтобы ему требовалась какая-то особая поддержка. Человечество, мы все понимаем, но оснований юридических у нас усилить группу нет. Нарушение, стойкие нарушения функции организма. У него не стойкие нарушения? У него стойкие. У него они выражены. Оценены в 80%. Для первой группы они должны быть оценены как минимум, ну не как минимум, а в 90%. Предложили найти работу и, что называется, интегрироваться в общество. Но подобными формулировками только разгневали мать. Я не работаю, ухаживаю за ним. Какие переселения на первый этаж? Вы о чем вообще? Какая интеграция в общество? Если он из подъезда выходит и через 15 минут заходит, вот правильно, как будто смену отработал. Светлана Фастова решила обратиться в прокуратуру. Заявление помог составить знакомый юрист. К слову, тот, кто сделал Максима инвалидом, был приговорен к трём годам колонии, но отсидел лишь полтора. Вышел по УДО. Его подельник вообще проходил по делу как свидетель. За свой поступок они даже не извинились. Мария Семенова, Оксана Гончаренко, Анна Гримашевич и Никита Забродин. Телекомпания НТВ. Ярославль.